Тема сегодняшней лекции – биологически важные свойства альфа-аминокислот, пептиды, пилки. Лекцию читает доцент кафедры химии Алмабекова Алмагуля Мирбековна. В природе существует около 500 аминокислот, однако в структуре белков обнаружено только 20 из них. Это альфа-Л-аминокислоты. Альфа-аминокислоты – это гетрофункциональные соединения, которые содержат одновременно амино- и карбоксильную группу у одного и того же альфа-углеродного атома и отличаются друг от друга строением радикала R. Аминокислоты называют по принципам международной номенклатуры принятые ЮПАК и активно используются тривиальные названия. При написании первичной структуры пептидов и белков применяют трехбуквенные обозначения аминокислот. Так, например, аспарагиновая кислота – это тривиальное название. Два-аминобутандиовая кислота – название по заместительной номенклатуре. Альфа-амино-янтарная кислота по рациональной номенклатуре. Асп – трехбуквенная аббревиатура. В зависимости от признака, положенного в основу деления на группы, имеется несколько классификаций альфа-аминокислот. Первое – это по числу карбоксильных и аминогрупп. Это нейтральные, кислые и основные. Следующий вид классификации по природе радикала, его полярности и способности к ионизации – это аминокислоты с гидрофобным радикалом и аминокислоты с гидрофильным радикалом. К аминокислотам с гидрофобным радикалом относятся аминокислоты с алифатическими и ароматическими боковыми радикалами. В структуре белков эти радикалы стремятся располагаться внутри глобул и участвуют в гидрофобном взаимодействии. Для гидрофильных радикалов аминокислот характерны наличия в них функциональных ионогенных и неионогенных групп. В структуре белков ионогенной группы аминокислот, такие как карбоксильная аминогруппа, фенольный гидроксил, располагаются на поверхности макромолекулы и вступают в ионные взаимодействия. В полярных неионогенных радикалов аминокислот содержатся либо спиртовые, такие как гидроксильная и тиольная группы, либо амидные группы. Эти неионогенные радикалы могут располагаться как на поверхности, так и внутри белковых молекул, участвуя в образовании водородных связей с другими полярными группами или молекулами. По способности синтезироваться в организме альфа-аминокислоты делятся на заменимые и незаменимые. Альфа-аминокислоты, которые не синтезируются в организме и должны поступать с пищей, называются незаменимыми. Их 8, остальные заменимые. Аргинин и гистидин являются незаменимыми для детей первого года жизни. В организме взрослого человека они синтезируются. На экране представлена стереизомерия альфа-аминокислот. Все альфа-аминокислоты, кроме глицина, имеют в структуре асимметрические атомы углерода и существуют в виде энантиомеров, относящихся к D и L стереохимическим рядам. Асимметрические атомы углерода – это обычно альфа-углеродный атом, связанный с четырьмя разными заместителями. В белках животных организмов представлены L-аминокислоты, D-аминокислоты организмом человека не усваиваются. В твердом состоянии и водной нейтральной среде альфа-аминокислоты существуют в виде биполярных ионов – цвитер ионов. Это такие ионы, которые образуются внутри молекулярно и при отщеплении водорода от карбоксильной группы и присоединение его к неподеленной электронной паре азота. Цвитер ион – это такой ион, у которого суммарный заряд равен нулю. Аминокислоты являются амфотерными соединениями, так как содержат кислотные и основной центры. Поэтому альфа-аминокислоты образуют соли как с щелочами, так и с кислотами. В водном растворе существует и в виде равновесной смеси биполярных ионов, и цвитер ионов – катионной и анионной форм. На диссоциацию альфа-аминокислот оказывает влияние pH-среды. В очень кислых растворах NH2-группа протонирована полностью, а карбоксильная группа практически не ионизирована. Поэтому в сильно кислых растворах преобладает катионная форма. В сильных щелочных растворах наоборот, аминогруппа не протонирована, а карбоксильная группа ионизирована полностью и преобладает анионная форма. В изоэлектрическом состоянии суммарный заряд молекул равен нулю, и аминокислота обладает наименьшей растворимостью и электрофоритической подвижностью. pH в изоэлектрической точке называется PI. Для большинства аминокислоты и хамидов PI 4,5-6 и лишь для кислых и основных аминокислот смещается соответственно в кислую и щелочную область. Электрофорез эффективен при разделении как низкомолекулярных, так и высокомолекулярных веществ. Например, аминокислот в смеси белков. Электрофореграмма белков, биологические жидкости человека, таких как сыворотка крови, моча, спинномозговая жидкость, позволяет врачам получить значительную диагностическую информацию. В буферном растворе с pH равной PI изучаемого белка отсутствие заряда на белковые молекулы делает невозможным ее движение в электрическом поре. При pH неравном PI молекулы белка приобретают заряд и под действием электрического поля перемещается к противоположно заряженному электроду, катоду или аноду. Давайте рассмотрим основные биологически важные химические реакции. Первая реакция это реакция дезаминирования, реакция удаления аминогруппы, которая может быть не окислительным без участия кислорода. В этой реакции образуются непредельные кислоты, а также может быть окислительным с участием ферментов дегидрогеназ и кофермента надплюс и надф, где образуются вначале и минокислоты, которые взаимодействуя с водой дают оксокислоты. Следующая реакция дезаминирования это гидролитическое дезаминирование с участием воды. В результате реакции образуются гидроксикислоты. И последняя реакция это лабораторный способ дезаминирования называют методом Ванслайка с азотистой кислотой. По объему выделившегося азота определяют количество аминогрупп в природных аминосодержащих соединениях. На экране приведена реакция образования пептидов. Пептиды это природные и синтетические вещества, построенные из остатков альфа-аминокислот. Пептиды образуются в результате реакции дегидротации, где от карбоксильной группы предыдущей аминокислоты отщепляется гидроксид, а от аминогруппы последующей аминокислоты отщепляется водород. Образованная связь, соединяющая остатки аминокислот, называется амидной пептидной связью. Аминокислотная последовательность, то есть порядок чередования аминокислотных остатков, называется первичной структурой пептидов и белков. Название пептидов строится путем последовательного перечисления аминокислотных остатков, начиная с Н конца с добавлением суффикса ИЛ. Например, как на приведенном примере, аланил, лизил, кроме последней С концевой аминокислоты, для которой сохраняется ее полное название гистидин. Одним из природных трипептидов является глутатион, трипептид гамма-глу, цисгли, глутамин, цистенил, глицин. Содержится во всех животных и растительных клетках и бактериях. В образовании глутатиона принимает участие карбоксильная группа углерода в гамма-положении. Наличие цистеина в составе глутатиона дает возможность существования глутатиона как в восстановленной, так и в окисленной формах. Глутатион участвует в ряде окислительно-восстановительных процессов. Он выполняет функцию протектора белков, то есть веществ, предохраняющих белки, со свободными теольными группами. SH – это окисление с образованием дисульфидных связей. Это касается тех белков, для которых такой процесс нежелателен. Глутатион в таких случаях принимает на себя действие окислителя и таким образом защищает белок. При окислении двух молекул цистеина образуется цистин, содержащий дисульфидный мостик, благодаря которому возможна стабилизация пространственной структуры белка. При жестком окислении цистеина образуется цистеиновая кислота, которая при последующем декарбоксилировании образует таурин. Таурин взаимодействия с кислотой образуется в печени и наряду с гликохолевой кислотой эмульгирует жиры, активируя липазу и стимулируя всасывание свободных жирных кислот. Здесь представлена реакция декарбоксилирования. Процесс декарбоксилирования альфа-аминокислот ведет к образованию биогенных аминов. Биогенные амины в организме выполняют важные биологические функции. Например, из глутаминовой кислоты получается при декарбоксилировании гамма-аминомасляная кислота, которая принимает участие в обменных процессах, происходящих в головном мозге и является нейромедиатором. Реакция образования амидов представлена ниже. По этой реакции образуются амиды аспарагиновой и глутаминовый кислот с сохранением углерода в альфа-положении карбоксильной и аминогруппы. На экране представлены реакции, которые участвуют для получения синтетических белков. Это реакция целирования, которая называется принципом защиты аминогруппы и идет по аминогруппе с образованием амидов с уксусным ангидридом. Вторая реакция используется также, как принцип защиты с алифатическими спиртами по карбоксильной группе с образованием сложных эфиров. Следующий тип реакции – реакции гидролиза, имеющие большую биологическую роль, которая представлена реакцией гидролиза аргинина с помощью фермента аргиназы, где образуется мочевина и орнитин. Также представлена реакция гидролиза пептидов с помощью пептидазы до альфа-аминокислот. В стабилизации пространственной структуры белков принимают участие различные типы связей и взаимодействий. При этом в взаимодействии вступают боковые радикалы альфа-аминокислотных остатков. Большое значение для формирования третичной структуры имеют водородные связи, десульфидные связи, а также ионные и гидрофобные взаимодействия. Водородные связи, как правило, образуются между подвижным атомом водорода, например гидроксильной, и теольной группы, и парой электронов гетроатома, чаще всего атомом кислорода или азота. Гидрофобные взаимодействия – это взаимодействия, где неполярные заместители выталкиваются из воды и стремятся внутрь белковые молекулы, ограничивая свой контакт с водой. Обычно это взаимодействие между боковыми неполярными альфатическими и ароматическими радикалами альфа-аминокислот. Ионное взаимодействие – это взаимодействие между ионизированными и имеющими противоположный заряд полярными радикалами аминокислотных остатков. И десульфидная связь, образованная между свободными теольными группами двух полипептидных цепей. Существуют и качественные реакции для обнаружения альфа-аминокислот. Это ненгидриновая реакция. На пептидную связь – биуретовая реакция. На ароматические и гетероциклические альфа-аминокислоты – ксанто-протеиновая реакция. Пространственная структура белков способна нарушаться под влиянием ряда факторов – повышенной температуры, изменения по аж среды, облучения ультрафиолетовым светом или рентгеновскими лучами, механическом воздействии, например, сильном перемешивании растворов, действий химических агентов, мочевины, хлорида гуанидиния, солей. Нарушение природной нативной структуры белков называется денатурацией. При денатурации разрушается, как правило, нековалентное взаимодействие, стабилизирующее структуру белков. У денатурирующих белков снижается растворимость, а главное – исчезает биологическая активность. Денатурация может быть обратимой и необратимой. При обратимой денатурации, удалив диализм денатурирующие агенты, можно вновь получить активный ренатурированный белок. Осаждение белков может быть обратимым и необратимым. При необратимых реакциях осаждения белки претерпевают глубокие изменения и не могут быть растворимы в первоначальном растворителе. К необратимым реакциям относятся осаждение белка солями тяжелых металлов, минеральными органическими кислотами и алкалоидными реактивами и осаждение при кипячении. Высаливание – это процесс осаждения белков из растворов под действием концентрированных растворов солей. Солей натрий-хлор, сульфата-аммония, сульфата-магния и денатурирующих агентов – спирт-ацетон. При этом происходит уменьшение гидротации полярных групп белков, устранение их заряда, приводящие к агрегации белков и их осаждению. Это обратимая реакция, так как выпавший осадок белка вновь может быть переведен в растворимое состояние разбавлением раствора и диализом. Спасибо за внимание!